Баллистическая ракета Искандер Искандер может перенацеливаться в полете, в связи с чем его можно применять по движущимся целям, в том числе по кораблям. В ракете применяется встроенная система маневрирования с целью уклонения, из-за чего ее трудно поразить средствами ПРО. Зенитно-ракетный комплекс С-400 Существует три типа ракет С-400, и каждый из них предназначен для поражения воздушных целей на различных дальностях. Самая дальняя ракета поражает цель на расстоянии 400 километров, а ракеты меньшей дальности обладают улучшенными возможностями по поражению быстролетящих маневрирующих целей. С-400 можно применять и для борьбы с баллистическими ракетами. Система датчиков С-400 считается исключительно эффективной, особенно в связи с тем, что Россия может создавать эшелонированные зоны обороны с применением С-400 почти на любом театре конфликта. В сочетании с Искандерами и Су-27 эти ракеты могут очень сильно затруднить действия оппонента. Реактивная система залпового огня «Торнадо». Мощную огневую поддержку российским войскам может обеспечить РСЗО-9А-52-4 «Торнадо». Она легче и современнее своей предшественницы БМ-30 «Смерч». «Торнадо» имеет шестиствольный пакет направляющих для ракет калибра 300 миллиметров с дальностью стрельбы до 100 километров. Артиллерийская часть «Торнадо» монтируется на шасси грузового автомобиля 8х8. Эта система во многом аналогична американской высокомобильной ракетной артиллерийской системе оперативно-тактического назначения «Хаймарс». Головная часть у ракет «Торнадо» может быть осколочно-фугасной, кассетной или термобарической. Батарея таких систем может утопить большую территорию в море огня. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...